Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Очень часто, когда в комментарии задается какой-либо вопрос, то ответить в комментарии на него невозможно одним или двумя предложениями. Поэтому, немного погодя, я нахожу тему, которая шире, мощнее отвечает на ваши вопросы для большего понимания, большего переосмысления и с большим уважением к вам. Наша сегодняшняя тема «Что такое энергии?» Здравствуйте, дети мои дорогие! Сегодня у нас будет серьезный разговор, поскольку я хочу рассказать вам, как устроен мир, из чего он создан, что такое энергия и тонкие энергоинформационные структуры. Я постараюсь объяснить это как можно проще, поскольку хочу, чтобы было понятно это каждому из вас, независимо от того, каковы ваши познания в точных науках. Что все в вашей вселенной – это энергия. Ученые дают свое определение этому понятию, но на самом деле все гораздо проще, чем им кажется, и вместе тем сложнее, поскольку эта субстанция не имеет границ. Она бесконечна во времени и пространстве. Если говорить совсем простым языком, то энергия – это то, что обладает способностью видоизменяться. Это первооснова всего сущего. Отправная точка абсолютно для всего. Мысли, чувства, действия, эмоции. Энергии бывают положительные и отрицательные, что похоже на разряженные частицы. И они также отталкиваются друг от друга при первом соприкосновении. Энергии бывают сознательные и бессознательные. К бессознательным относится очень небольшая их часть. Например, энергия притяжения, связанная с гравитационным полем Земли. И еще несколько похожих видов энергии, таких как энергия распределения и энергия принадлежности единому целому. Подробно мы остановимся на тех энергиях, которые встречаются вам в повседневной жизни и которые имеют для вас практическое значение. Я постараюсь объяснить вам, как образуется материя, из чего состоит человек. Все, что существует на Земле, это концентрация самых разных видов энергии, позволяющая материализоваться данному объекту, в том числе человеку, как это происходит. Сначала это появляется на тонком плане. Вы удивитесь, но даже неодушевленный предмет имеет свою энергоинформационную структуру, то есть тонкие тела, а значит и свою собственную энергетику. Но сначала давайте остановимся на энергетическом строении человека. И начнем мы с момента зачатия, которое происходит в результате сильнейшего энергетического выплеска и соединения мужской и женской энергии. То, что происходит затем, напоминает энергетическую адаптацию той плотности, из которой собирается воплотиться душа к миру третьей плотности, в которой придется ей жить. Это очень сложный, можно сказать, сакральный процесс, поскольку часто на Земле спускаются очень высокие души, избравшие служение во имя спасения человечества. А иногда наоборот, сюда приходят души из миров более низких плотностей, чтобы подняться на новую ступень духовного развития. Иногда разброс энергии бывает просто колоссальным. И чтобы подобное притянуло подобное, то есть чтобы чрево матери, находящееся в третьей плотности, смогло принять в себя существо, столь отличное от нее по вибрациям, и дан столь длительный срок вынашивания ребенка, чтобы могла душа, пришедшая из более высоких измерений, уплотниться до мира третьей мерности, третьего измерения и наоборот. Таким образом происходит энергетическое взаимопроникновение матери и ребенка. Теперь рассмотрим, как формируется энергоинформационная структура человека. Этот процесс объяснить еще труднее, поскольку ваши тонкие тела относятся уже к божественному аспекту и несут в себе ту самую частичку Бога, которая заложена в вас. Это тоже энергия. Но не уплотнившаяся до конца, до мира третьего измерения, можно сказать, что частично она пребывает в мире четвертого измерения. А у некоторых людей, стоящих на очень высоком уровне духовного развития и в более высоких мирах. Но таких людей немного, и это скорее исключение из правила. У большинства же людей тонкие тела уплотняются до максимально допустимого уровня и практически теряют свою связь с божественным планом Вселенной. Если выражаться совсем простым языком, то тонкие тела людей это разреженная энергия разной концентрации. Чем духовнее человек, тем разреженнее его тонкие тела. То есть они больше по объему и в них содержится больше божественной энергии. У людей же духовно неразвитых, слишком земных и материальных, тонкие тела буквально спрессовываются, почти сливаясь с их физическими телами. Теперь я хочу остановиться на том, как человек может управлять своей энергетической субстанцией, поскольку положительные и отрицательные эмоции имеют разные энергетические наполняющие. Человек может менять свою энергию силой мысли. Самой мощной во Вселенной является энергия любви. И она может творить настоящие чудеса. Именно она способна менять энергетическую структуру человека и разрежать ее до состояния божественной. И наоборот, негативные энергии, такие как злость, зависть, ненависть и прочие, уплотняют тонкие тела человека, лишая его присущей ему изначально божественной энергии. А сейчас я объясню вам, каким образом формируются энергоинформационные структуры неудушевленных предметов. Конечно, я имею в виду то, что сделано руками человека, поскольку все остальное изначально живое и имеет свою собственную энергию. Любой предмет, сотворенный руками человека, от простейшего приготовленного им блюда до самого сложного механического устройства, всегда несет в себе энергию человека или людей, которые трудились над ним. А именно, эта энергия образует энергоинформационное поле данного предмета. И именно поэтому вещи, сделанные с любовью, несут в себе энергию самых высоких вибраций и дарят людям радость. А то, что сделано наспех, равнодушно, неумело, без души, так и остается холодным бездушным предметом и не может сделать человека счастливым. Хотя здесь многое зависит еще от того, в какие руки попадет такой предмет. Энергия человека, который пользуется им, вносит свои коррективы. То есть, свою энергию. И если это энергия любви, она может подлечить его. И наоборот, предмет, сделанный с любовью, но попавший в плохие руки, может зачахнуть. Поэтому помните всегда, дорогие мои, какую большую ответственность несете вы за все, что попадает вам в руки. За все, что вы делаете. Это все несет дальше, в мир, именно вашу энергию. Конечно, легче всего почувствовать энергию таких творений, как музыка, литература, поэзия, художественное творчество, словом, всех видов искусств. Ибо они отзываются в душе каждого человека совершенно определенными вибрациями, которые и являются главным индикатором той или иной энергии. Но знайте, что даже самые нейтральные, самые неодушевленные, на ваш взгляд, предметы реагируют на то, как вы относитесь к ним. А значит, какую энергию вы им посылаете. Особенно четко проявляется это в ваших взаимоотношениях с разного вида техникой. Компьютером, машином, телефоном. Никогда не жалуйтесь на них. И не ругайте их, иначе они ответят вам тем же. Вы притянете от них ту же энергию, которой наградили их. И они начнут ломаться, капризничать и доставлять вам массу проблем. Вы ведь уже встречались с подобным в своей жизни, не так ли? И вы уже знаете, что внешнее всегда отражает внутреннее. А ведь суть этого закона в энергообмене. И последнее, о чем я хотел бы рассказать вам сегодня, это об энергетической структуре вашей планеты. Она, подобно человеку, имеет как физическое тело, так и тонкие тела. Но в отличие от вас, ее тонкие тела неизменны, ибо находятся в плоскости уже божественного пространства. Но тем не менее, живущие на ней люди оказывают на них очень большое воздействие. Все ваши негативные мысли, эмоции и поступки искажают и загрязняют ее энергоинформационное пространство. И чтобы очиститься, ей приходится отвечать вам тем же стихийными бедствиями и техногенными катастрофами. Ведь закон Вселенной неизменен и вездесущ. Внешнее всегда отражает внутреннее. В большом и малом. Помните об этом всегда, родные мои. На этом мы остановимся сегодня. Отец-Абсолют говорил с вами. Через дочь мою возлюбленную приняла Марта. Вы прослушали тему. Что такое энергия? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...